ПАВЛОМ КАРМАНОВА 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 ПАВЛОМ КАРМАНОВ ПАВЛОМ КАРМАНОВА ПАВЛОМ КАРМАНОВА ПАВЛОМ КАРМАНОВА ПАВЛОМ КАРМАНОВА ПАВЛОМ КАРМАНОВА И вот тоже мне тут некоторые люди говорят о том, что моя музыка работает, как такая психотерапия. Люди слушают и успокаиваются, что тоже очень неплохо. Мне кажется, это очень, даже не то, что неплохо, это даже еще очень актуально. Дело в том, что, как мне кажется, негатива и бестового очень много в окружающей действительности у нас. Оно врывается в нашу жизнь, в форточку и в телеканале, и везде. В общем, мне как раз хотелось бы людей порадовать и немножко успокоить. Я об этом думаю, когда сочиняю. А вот такое вот название «Просвет» – это именно вы в него что вкладываете? Ну, я вкладываю... Что я вкладываю? Я стараюсь в музыке, чтобы все светилось и были какие-то свечения. И, в общем, это вполне про музыку получается слово. А, ну, это, знаете, вот, видимо, каждый видит что-то свое. Я как педагог услышал, что это, видимо, что-то такое просветительское. Что народу дается какой-то заряд, может быть, на более сложную музыку, что ли, да, там, чтобы... Ну, просветительство, понятно. Нет, у нас речь про именно... Про свет духовный. Про свет духовный, душевный, какой-то... В общем, за какое-то добро. Конечно, в итоге мы выступаем на этом и других концертах. Надо сказать, что у меня есть ряд таких грустных произведений, но они все равно тоже светлые. В итоге? Да, в итоге я стараюсь прослеживать эту тенденцию. А вот скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот как сейчас люди воспринимают, что сейчас людям нужно для того, чтобы воспринимать вот какую-то такую сложную, скажем так, музыку, да, которая не просто вот, ну, какой-то дискотечный ритм, который просто вот по подсознанию человека бьет, а вот именно что там, не знаю, какая-то сложная гармония. Авангардная музыка классическая. Ну, в основном такая музыка существует ведь для тех, кто в ней в состоянии что-то понять. А это, как правило, музыканты или музыковеды, или люди, все-таки имеющие какое-то отношение к музыке и некий слушательский опыт. Но мне вот в этом направлении двигаться не очень интересно. А ваше направление? А в каком направлении вам сейчас интересно? Я все время двигаюсь по направлению к человеку и, в общем, стараюсь сделать так, чтобы моя музыка воспринималась с интересом как музыкантами, так и простыми людьми, музыке не обучавшимися. У меня вот есть такое, даже какое-то интервью, которое называется, что я пишу музыку для водителей троллейбуса. Так как-то мне пришло это в голову в свое время и попало в заголовок. Ну, хороший заголовок. Меня, в принципе, да, меня интересует мнение водителя троллейбуса, если он вдруг попадает ко мне на концерт. А вот водитель троллейбуса не всегда попадает на концерт, мне кажется, такой музыки. А с другой стороны, вот он же может вас где-то услышать, условно говоря, там попадает. Ну, вот я даже задумываюсь, а как может, какая музыка ваша попадает в ротацию на радио, и если на радио, то на какое? Ну, я, пожалуй, что я не знаю, где там сейчас моя музыка ротируется, потому что моя музыка все-таки это не поп-музыка, которая обычно ротируется на радио. Опять же, джазом я тоже не занимаюсь, в радиоджаз я вряд ли попаду. Но я вполне могу оказаться в контексте радиокультуры или радиоорфей. Кстати, на Орфея я, в общем, периодически появляюсь. Ну, вот это вот и интересно, понимаете, что это все-таки радио, да, там, радио Орфея, канал Культура, где, вот, собственно, ваше интервью недавнее было, да, оно, получается, что все-таки там довольно замкнутый мирок людей, в который, ну, только очень просвещенный водитель троллейбуса проберется. Речь идет о том, что музыку хочется мне писать внятную и понятную, в том числе людям, не имеющим ни образования, ни какого-то бэкграунда классической музыки. Меня интересует их мнение. И я специально пишу музыку таким образом, чтобы она была понятна и доступна. Ну, вот, видите, вот еще раз, может, я неправильно как-то сформулирую. Вот как бы нам привести человека к такой музыке, потому что, ну, как бы, она же все-таки, ваша музыка при своей понятности, она же все-таки, как мы поняли, не звучит-то для очень ограниченных коллективов. И нужно ли, условно говоря, людей массово, на ваш взгляд, вот к такому плану музыки приучать? Или они должны пройти какой-то... Мне кажется, моя музыка просто полезна для психики, во-первых. И ничто не мешает, казалось бы, водителю троллейбуса прийти и, значит, свою психику немножечко поправить. Но другой, если он в курсе, да, ну, собственно говоря, мы прямо сейчас занимаемся пропагандированием каких-то вещей. Вдруг какой-нибудь водитель троллейбуса увидит этот наш прекрасный выпуск и дойдет до моего концерта. То есть это все... Мы приложим все усилия. Все возможно. А вот, кстати, вот вообще вопрос, скажем так, вот популяризации, да, вот как вообще живется сейчас композитором? То есть у меня сложилось впечатление, что композитор сейчас, ну, если он не работает с какой-то, ну, откровенной попсой, то у него, по сути, есть такие, как бы основные доходы, это какая-нибудь реклама и кино. Ну, в сущности, да, это два таких самых хороших источника заработка для композитора. Но, тем не менее, это такие рода деятельности, где ты все время зависишь от какого-то начальства, от продюсеров, режиссеров. И, в общем, тут творческий поиск тоже, может быть, не такой широкий, как хотелось бы. Но, тем не менее, да, это во все времена очень хорошее дело и возможность заработка. Если, скажем, раньше композиторы существовали за деньги меценатов, то вот сейчас это, конечно, кино и реклама. Правда, в последнее время у нас в стране начали появляться какие-то институции меценатского такого характера и свойства. Ну, например, вот есть фонд Андрея Чеглакова, который вкладывается в искусство. Появились такие прецеденты, как заказы современной музыки композиторам. Например, вот есть такая вещь под названием «Ноты и квоты», такая программа в Союзе композиторов, благодаря которой исполнители могут за государственные деньги заказать композитору, любимому своему композитору, какое-то произведение. Вот я еще пока не участвовал в этой программе, но мне уже предлагали было делать. Может быть, еще доведется поучаствовать. Вот, в общем, как-то что-то начинает происходить в этом смысле. То есть, получается, что все-таки потихонечку до людей, может быть, которые обладают какими-то капиталами, приходит мысль, в общем-то, что искусство – это то, во что нужно. Эх, вот если бы еще их от части налогов освобождали, они бы гораздо с большим интересом вкладывались в культуру, в искусство. Такого пока нет, но, тем не менее, есть какие-то движения в этом направлении. Ну, кстати, вот это опять же мы с нашими собеседниками, собственно, мы говорим чаще всего не про искусство, вот как искусство, да, а вокруг искусство. И вот эта мысль витает о том, что, ну, вот, условно говоря, в советские времена там был фонд искусств СССР, да, и он не столько деньги давал напрямую исполнителям, сколько там. Ну, это, насколько я понимаю, это больше всего касалось художественного, какого-то художников и особенно монументалистов. Но там был такой подход, что если, например, создается какой-то объект инфраструктуры, людей, ну, там, организацию обязывали какую-то часть отдавать на создание культурной инфраструктуры. То есть, если, например, там строится завод, нельзя строить завод, не построив ДК. Да, нельзя строить ДК, не сделав ему, там, не знаю, дизайн, да, и, соответственно, в этот фонд приходила заявка, что, говорит, вот, мы там в городе, я не знаю, там, условные, там, минеральные удобрения, да, там, или какое-нибудь другое название, да, надо строить ДК. Метраж такой-то, задача, там, лепнина, то-то, сё-то, художник знал, что у него будет заказ. А вот, кстати, вот в советские времена именно для композиторов была какая-то такая точка, может быть, какой-то союз композиторов, который регулярно приносил заказ. Ну, у нас есть союз композиторов, есть даже два у нас в городе, это Московский союз композиторов и союз композиторов России. Это как бы две разные организации, но, тем не менее, они вот существуют рядом. Ну, там в Москве тоже история. И я член обоих этих союзов, и должен сказать, что союз композиторов России в последние годы очень сильно развивается, и там появился прекрасный директор, это Карина Абрамян, и вместе с нею вот и возникают такие проекты, как вот эти ноты и квоты, и многие другие. Относительно недавно появился и прекрасно работает наш любимый лейбл, на котором мы издаемся. Это Fancy Music Сергея Красина. В общем, что-то происходит, это очень хорошо. Ну, слушайте, это радует. А вот если, кстати, опять же, говорить про условных меценатов, на которых многие надеются, вот, знаете, такой момент, вот есть такое мнение, да, что чтобы создалось хорошее произведение, у этого произведения должен быть хороший зритель, и у него должен быть как бы хороший заказчик, да, то есть, условно, там, не знаю, Сикстинская капелла была хорошая не только потому, что Микеланджело хорошо рисовал, да, но и потому, что у условных там папских нунциев, да, там, у кардиналов, у самого Папы Римского, там было достаточно вкуса, чтобы привлечь достойного исполнителя, и чтобы, ну, как бы оценить его. Вот, и у людей, соответственно, которые на это смотрели, тоже какой-то определенный бэкграунд. А вот сейчас, как вы считаете, как бы вот у тех, кто хочет поддерживать искусство, достаточно ли они наслушаны? Как бы нужно ли их как-то образовывать? Надо сказать, что у нас только в самом начале находится это движение, поэтому сложно как бы вот судить об этом. Есть буквально два-три имени, которые как-то начинают помогать. Но это имена людей, которые что-то в этом понимают, конечно. Ну, а потом существуют экспертные советы в любой ситуации. Как правило, туда входят как раз композиторы и исполнители прекрасные. Они, в общем, знают, куда направить средства деньгодавца, скажем так. Ну, это замечательно. А вот скажите, вот такой момент. Вот сейчас у нас, как говорится, известные обстоятельства. И, в общем-то, различные фирмы, которые, например, предоставляют, ну, там, не знаю, софт для создания тех или иных вещей, там, производят какие-то нужные инструменты, как бы не перекрыли ли доступ российским композиторам? Я не знаю, там, не продлили лицензии для какого-нибудь софта для написания музыки или что-то в этом роде? Ну, я скажу ужасную вещь, но я пользуюсь ворованными программами. И у нас, в общем, есть такая возможность, что по-своему очень недурно. Понятно. Так нас не возьмешь. А если вот вопрос касается, например, музыкального оборудования, то есть вот что на данный момент есть такого достойного российского? Я так понимаю, что у нас есть хорошие микрофоны, там, какая-нибудь «Союз», «Октава», «Ниватон», которые прямо вот реально признаны не только в России, но и в мире. А что-то еще есть сейчас? Ну, по-моему, у нас еще не придумали, как производить синтезаторы или там запчасти для компьютеров. Но кто знает, может быть, санкции в этом случае, как это случилось, с сыром, с голубым, значит, что-то сделают хорошее и появится что-то отечественное, такое конкурентоспособное. А ведь, по-моему, в советские времена было большое количество вот этих синтезаторов. Да, синтезаторы советские, конечно, были. Я даже в армии играл на подобных. А еще были ленточные ревербераторы. Много было всего интересного. На сегодняшний момент это все уже в категории раритетов. Советские синтезаторы. Я не знаю, сейчас производят ли их до сих пор. По-моему, нет. По-моему, нет. Но да, это такие своеобразные инструменты с плоскими противными звуками, которые иногда бывают нужны. И вот на это есть коллекционеры, видимо, этих инструментов. Да, мне, кстати, попадались даже ролики, что именно иностранные коллекционеры представляли какие-то советские образцы вот этих синтезаторов, которые визуально были очень сильно биты жизнью в какой-нибудь там ДК «Светлый путь». Вот, и они говорят, что вот у них, у этих советских, у них какое-то такое уникальное звучание. Не знаю. Ну, без юмора об этом говорить не получается, потому что звучание, конечно, было плохое у советских синтезаторов. А другого имя было? Ну, зато на моей памяти начали появляться уже не советские синтезаторы. У моих знакомых, у друзей. И прямо с консерваторских лет, с 90-х годов, я очень активно интересовался электроникой, и до сих пор это происходит. У меня был первый компьютер, вообще был Atari 1040 STFM. Потом появились все эти PC, и, в общем, я этим занимался с большим интересом, но в какой-то момент я все-таки перешел и остался в лоне академического такого инструментария. Мне нравится писать для фортепиано, скрипок, флейт и таких обычных инструментов. А вот скажите, вот в процентном соотношении относительно музыки, которую вы сейчас пишете, какой объем этой музыки написан на заказ, а какой объем написан, ну, что ли, для себя, для души? Ну, вообще уже я многие годы или десятки лет фактически ничего без заказа не пишу, потому что все время надо что-то делать на заказ. У меня и сейчас голова занята неким очередным заказом для флейты, в данном случае мне нужно написать пьесу. Вот, ну, как-то вот просто в стол у меня... Времени даже нет. Давно нет времени на это, да. Я все время чем-то занят. Всем вы знаете так, что творчество имеет такой спрос. То есть получается, что вот на концерте, вот этом на просвете, там будет большое количество ваших композиций, но все они, по сути, как бы заказны для разных заказчиков. Да, получается, что так, если покопаться в памяти, то по поводу любого сочинения тут же выскочит какой-то его заказчик. Вообще, один из главных стимулов для написания это сроки, это дедлайны. Вот когда назначил себе концерт, например, на какое-то время, то к этому числу бывает и срочно пишешь что-то, заканчиваешь и успеваешь. Бывает так. А бывает, например, я для пианистских Синьи и Башмет писал пьесу 9 месяцев фортепиано. Довольно долго это происходит иногда. Ну, всегда зависит все от вдохновения, от того, хочется тебе или петь, или нет. Хочется, чтобы душа пела. А то поет, то нет. Бывает, что и не особенно поет. Вы знаете, постоянное пение души это иногда может быть визит к психиатру. Все-таки, мне кажется, в том и история творческого человека, что он постоянно в поиске, то в радости, то в горе, и как-то вот при этом еще и успевает себя выражать. Ну, в горе-то пишется гораздо хуже, чем в радости, вот в чем дело. А то и вовсе не пишется. То есть бывают и какие-то эпизоды застоя. Все, как у всех. Мне кажется, ну, вот эта особенность именно вашего характера, что вы такой как бы светлый человек и пишете в радости. Мне кажется, многие как раз свое горе своим творчеством, сублимацией вы имеете в виду. Но горе тоже находит отображение в моих пьесах, которые не такие, а мажорные, может быть. У меня есть совершенно разная музыка по настроению и по характеру. А скажите, пожалуйста, вот когда вот есть такие направления, как музыкальная терапия, да, что вот человек ну вот как бы вот именно психологически разгружается вот за счет музыки. Вот на ваш взгляд это рабочая история или какая-то больше профанация? Ну, почему же? Мне пишут люди письма о том, что используют мои сочинения некоторые, как вот такую терапию. и говорят, что помогает. Так что... А авторские вам присылают? Вот я пока еще не монетизировал свою вот эту деятельность психотерапевтическую, но это все, видимо, впереди. Хорошо. Ну, слушайте, знаете, как бы есть очень много, видимо, направлений. Знаете как, многие такое чувство, что вот у них какой-то торный путь есть, вот они ищут какого-то одного решения. А вариантов-то на самом деле для творческих людей много. Много, да. Вот, например, вот смотрите, вот сейчас вот как вы отнесетесь к такому моменту, что есть мнение, что люди не воспринимают музыку без визуального ряда? Вот что обязательно на концерту должен быть... Восподнимают, но, конечно, лучше, когда в наше время на концерте есть разные источники вот этого содержания и смысла. И здорово, когда все-таки видеоряд какой-то существует, и, в общем, меня всегда очень приветствуют подобные вещи. А еще у меня даже есть произведение, где участвует запах. У меня есть форельный квинтет, где исполнители прямо на сцене жарят рыбу. Мы много раз в разных городах это себе позволили. и... А вы не сотрудничали в этот момент с ресторанами? Нет, ну... И это тоже в моих планах. Найти, например, производителя форели и устроить с ним такой перформанс. Надо сказать, что мой форельный квинтет как-то один раз исполнили на Лафатенских островах на фестивале Трески. И там был прям повар в колпаке. И, в общем, это можно увидеть на моем ютуб-канале. достаточно забавное видео. Так что все, что угодно. Ну вот, это, конечно, замечательно, что есть такие варианты. А вы знаете, если есть... Надо спросить, а форель в России водится? Ну, в магазинах. Ну, в магазине, да. А, вообще, наверное, водятся где-нибудь в горные реки? Вполне. Надо искать такое сотрудничество. У нас несколько, как бы, ограничений получилось некоторое по времени, поэтому давайте мы с вами обозначим, что мы продолжим эту беседу. Да, хорошо. Вот. И скажем, что вот эта беседа, это был просто как анонс к вашему концерту. Всех приглашаем в Дом музыки, в новый зал на Минишнитке на мой авторский концерт про свет. И также я всех приглашаю к себе на YouTube-канал, называется он «Тоналист». Прекрасно. Мы обязательно все ссылки на эти мероприятия скинем. И давайте мы просто с вами договоримся, что пройдет ваш концерт и мы встретимся после него для более детального обсуждения. Еще раз спасибо вам, что уделили время нашему проекту. Пете, я его снимаю, даже пока ты там где-то в дальних далих. Вот. И увидимся тогда еще в следующий раз. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ура. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok